Разработки передовых инженерных школ. День дипломата. Республиканская олимпиада по геологии. Видеть и слышать сердцем. Всем привет! В эфире Ньювер Ньюс, а в студии Кристина Азекина. Студенты Казанского федерального университета стали обладателями именных стипендий. Торжественное вручение дипломов состоялось на заседании ученого совета Института физики. Размер стипендий составил 25 тысяч рублей. Руководители передовых инженерных школ и ведущих технологических компаний предоставили первые итоги работы за 2022 год. Что ждалось сделать в рамках проекта и какие задачи они ставят перед собой на текущий год, расскажем далее. 10 февраля в Москве в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» обсудили итоги работы программы. Казанский федеральный университет представила делегация вуза во главе с ректором Ленаром Сафином. Среди ключевых моментов планируется работа по созданию прототипа интеллектуальной системы управления беспилотными транспортными средствами для внутризаводской доставки грузов ПАО «КамАЗ», а также привлечения кадров, а именно молодых специалистов. Говоря об итогах работы за предыдущий год, можно выделить следующее. Введение двух новых образовательных программ бакалавриата магистратуры на Бернчелнинском институте Казанского федерального университета. Также студенты «Передовой инженерной школы» прошли стажировку в ПАО «КамАЗ». Предстоят грандиозные планы в рамках проекта «Передовой инженерной школы» для реализации в 2023 году. В Киберавтотех Казанского университета будут разработаны и внедрены пять новых образовательных программ. В рамках проекта по созданию образовательных пространств будут запущены новые лаборатории. Рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности «Передовой инженерной школы» Киберавтотех в 2023 году должен составить почти 20%. Напомним, в апреле 2022 года было подписано постановление правительства о мере государственной поддержки программ развития «Передовых инженерных школ». В ВУЗам, прошедшим конкурсный отбор, были предоставлены гранты на их создание. ВУЗы более чем из 40 городов России подали заявки на конкурс. По итогам отбора грантовую поддержку получили 30 ВУЗов из 15 регионов страны. Среди них Казанский федеральный университет в партнерстве с ПАО «КамАЗ». 10 февраля в Казанском федеральном университете традиционно прошел день дипломатического работника. Подробнее в своем сюжете расскажет наш корреспондент. 9 февраля в стенах Института международных отношений отметили день дипломатического работника, учрежденного в 2002 году указом президента Российской Федерации. Дата выбрана не случайно. В свои истоки праздник берет из 16 века и связан с деятельностью посольского приказа, образованного Иваном Грозным. Прежде всего, хотел бы поздравить вас всех с днем дипломатического работника. Мы тоже надеемся, что в нашем институте международных отношений, там будут побольше выдающихся дипломатов в России. Странная республика ориентирована на сотрудничество, экспортоориентированное, поэтому мы не можем развиваться без сотрудничества со всем миром. На ежегодном торжестве дипломатические работники и представители университета поздравили коллег. Они обозначили важность праздника и рассказали о тенденциях развития области дипломатии, планах и истории Казанского федерального университета. Стоит отметить, что совсем недавно были подведены итоги международного сотрудничества в сфере образования, где Казанский федеральный университет оказался одним из лидеров. Ведь сейчас в учебном заведении обучается более 11 тысяч иностранных студентов. У нас сегодня действует порядка 400 международных соглашений с различными университетами, грузами и более набора. Практически все эти соглашения продолжают действовать, несмотря на сложную внешне политическую ситуацию. Короткий разлет по времени. Всего лишь, казалось бы, профессиональная подготовка ведется с 1994 года. Нам нет еще и 30 лет. Но, по сути, вся история Татарстана на протяжении ее многотысячелетней многоковой истории – это вопрос подготовки дипломатов, которые взаимодействовали с окружающим миром. Отметим, что программа праздника очень насыщена. Александровский зал сегодня собрал выпускников-международников и участников Ассоциации молодых дипломатов. Позже для студентов прошли игры «Политическое – дипломатический протокол» и «Деловая – управление культурным наследием». Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В детском оздоровительном лагере «Дуслик» состоялся заключительный этап Республиканской Олимпиады по геологии. Подробности расскажет наш корреспондент Регина Табрисова. 10 февраля прошла Республиканская Олимпиада по геологии. Ежегодно она проводится в три этапа – школьный, муниципальный и заключительный республиканский. Последний включает в себя два тура – теоретический, где ребятам были представлены задания с открытым вопросом, и практический, который включал в себя задания по минералогии и палеонтологии. Немало важно, что победители и призеры Олимпиады получат дополнительные баллы к ЕГЭ. При Олимпиаде представлено преподавателями и сотрудниками Казанского федерального университета института геологии и нефтегазовых технологий. Задания для Олимпиад также разрабатывает методическая комиссия, которая состоит из преподавателей университета. Подготовку мы осуществляем на базе наших базовых школ, которых сейчас 40 в республике на текущий момент, где работают геологические кружки и готовится команда юных геологов. По словам участников, больше всего им понравился этап подготовки. На нем студенты Казанского федерального университета проводили открытые семинары для юных геологов. Трудности же чаще всего возникали на практическом этапе работы. Практический тур, где нужно определить сети породы, минералы и ископаемые. А есть теоретический тур, где нужно отвечать на разные вопросы, чаще всего они про нефть и про залегание пластов. Готовились мы на базе нашего лицея. Также мы посещали занятия в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. У нас проходит курс по исторической геологии, по общей геологии. В институте непосредственно мы изучаем практику, практическую часть. Это минералогия, палеонтология. В геологии с каждым годом увлекается все больше школьников. Ежегодно Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов сближает их и создает юное сообщество геологов. Отметим, что первая такая олимпиада прошла в 2014 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Регина Табрисова, Карина Саяхова, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюз. В общественном благотворительном фонде ИРДМ прошла пресс-конференция о реализации проекта «Видеть и слышать сердце». В следующем сюжете наш корреспондент расскажет о том, как проходит адаптация незрячих и слабовидящих людей. «Видеть и слышать сердце» – проект, который позволяет по-новому взглянуть на проблему реабилитации слепых и слабовидящих. Используя различные уникальные подходы, он помогает людям с ограниченными возможностями здоровья не только получить новые знания, медицинскую и психологическую помощь, но и создавать комьюнити, которая объединяет и помогает людям со всей страны. «То есть спектр деятельности фонда, он очень большой. И вот то, что я сказал, то есть если мы будем, не будем безразличны, оставаться в стороне, да, вот это и хотел сказать, что помогая другим, и мир, оно становится более добрым, и интереснее становится жить, и охота в таком мире жить, когда все гармонично». Это Марсель Ибрагимов. С детства он страдает от проблем со зрением и относится к людям с ограниченными возможностями. В фонд помощи он пришел еще ребенком. С детства Марсель мечтал изучать религию и культуру татарского народа. Благодаря содействию организации он получил образование сначала в Мадресе, это среднеобразовательная мусульманская школа, потом поступил в Российский Исламский университет, а сейчас учится в аспирантуре Казанского федерального университета. Он передает свои знания другим, кто также сильно в них нуждается. Марсель не собирается останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствует свои навыки и знания. «Мы с КФУ сотрудничаем уже давно. Есть меморандум о сотрудничестве нашего фонда с университетом. Также в данный момент мы планируем организовать специальные встречи со студентами КФУ, для того чтобы им рассказать о том, что такое благотворительность вообще, для чего нужно помогать друг другу, плюс чем занимается наш фонд и как студенты могут стать тоже блантерами и помогать нам в нашей деятельности. Мне кажется, это будет очень здорово». Такие встречи помогают людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, поделиться своими историями и почувствовать то, что они не одни столкнулись с такой проблемой. Внедрение клеточных технологий в ветеринарную медицину – направление, на котором сосредоточен один из проектов ученых Казанского федерального университета. Как нам медицина поможет в лечении остеоартроза у лошадей – расскажем далее. Остеоартроз – заболевание, которое часто встречается у спортивных лошадей. Из-за этого недуга они вынуждены рано завершать свою спортивную карьеру. Но на этом беды животного не заканчиваются. Остеоартроз приводит к тому, что лошадь испытывает боли или вовсе умирает. Все дело в старейших методах лечения. Они направлены лишь на устранение симптомов. «Наш же метод лечения основан на клеточной терапии. В частности, мы получаем микровизикулы для лечения лошадей, которые устраняют не только симптомы, но и причину заболевания». Исследование ученых Казанского федерального университета находится на этапе получения микровизикул. Специалисты планируют разработать препарат для инъекций. Его они будут вводить в больной сустав. На этапе исследований он будет тестироваться на специальной 3D-биомодели хряща. Это позволит отследить, как препарат повлияет на организм в целом. «Будем исследовать их на культурах клеток, прежде всего, то есть без введения животных. Вот как раз первый год касается введения клеток в культуры и исследования инвитро». После завершения исследований ученые планируют внедрить лекарства в схему лечения асиартроза у животных. «Мы выходим на различные организации и мы сотрудничаем со многими ветеринарными врачами, в том числе с ветврачами ипподрома, с ветврачами ветеринарной академии и с другими ветеринарными специалистами города Казани». Сейчас проект существует и развивается благодаря финансовой поддержке гранта «Приоритет-2030». Помимо этого, накануне исследование выиграло в конкурсе грант российского научного фонда. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча с Евгением Евневичем, корреспондентом телеканала «Мач-ТВ». В рамках мероприятий журналист рассказал о личном опыте и ответил на вопросы студентов. «Мне повезло, потому что я не знал, как это все работает, что на самом деле отправляют сначала журналиста, будущего журналиста, на стажировку, он там бесплатно стажируется, что-то там старается делать. Я не знал, я поэтому не проходил этот путь, я просто, наоборот, прошел через проходную, пролез, пришел к директору, попросился работать. Вот так мне пришла эта идея. Просто нужны были какие-то деньги на лето. Мне было 17 лет, молодой, глупый. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Российской науки. В рамках мероприятия для ребят провели лекции, а также различные квесты и игры, где участники акции смогли погрузиться в научную деятельность разных областей. Отметим, что часть лекций состоялась на базе школ. Так, например, учащиеся в школу номер 6 смогли почувствовать себя учеными-исследователями в рамках увлекательной деловой игры. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!